Урок 22. Задача первая. На окружности с центром О отмечены точки М и Н, так что угол МОН прямой. Отрезок НП – диаметр окружности. Надо сравнить хорды МН и МП. Углы МОН и МОП – это смежные углы. Значит, угол МОП тоже прямой, тоже 90 градусов. Радиус одной и той же окружности равны отрезке. Давайте отметим радиусы. Треугольник МОН равен треугольнику МОП по первому признаку по двум сторонам и углу между ними. Стороне МН одного треугольника соответствует сторона МП другого треугольника. Это соответственные стороны в равных треугольниках. Это те стороны, которые лежат против угла в 90 градусов. Значит, хорды МН и МП равны. Задача вторая. На прямой даны две точки С и Д. Можно ли на продолжении луча СД отложить отрезок СЕ, так, чтобы СЕ был равен утроенному отрезку СД. Можно с помощью циркуля и линейки надо продолжить луч СД и на продолжении этого луча отложить отрезок, длина которого равна длине отрезка СД. А затем еще один отрезок, длина которого равна длине отрезка СД. Отметить точку Е. Вот и получится, что длина отрезка СЕ в три раза больше, чем длина отрезка СД. Задача третья. Верно ли утверждение? Хорда всегда меньше радиуса. Данное утверждение неверно, потому что хорда может быть меньше радиуса, может быть равна радиусу, а может быть и больше радиуса. Как, например, на рисунке. Хорда ВС больше радиуса ОА. Значит, данное утверждение неверно. Задача четвертая. Дан острый угол. АОВ луч ВС. Можно ли построить угол СВД так, чтобы угол СВД был равен удвоенному углу АОВ? С помощью циркуля линейки можно построить угол равный данному. Давайте построим угол с вершиной в точке В, так чтобы одна из сторон была лучом ВС. Построим угол СВЕ равный углу АОВ. А затем построим еще один угол, равный углу АОВ. Это угол ЕВД. Вот и получится, что угол СВД равен удвоенному углу АОВ. Задача пятая. Вершины равностороннего треугольника СДЕ лежат на окружности. ДФ – диаметр этой окружности. Определите вид треугольника ДЕФ. Давайте отметим центр окружности, точка О. Нетрудно доказать, что точка О лежит на бисектрисе угла Д на медиане и на высоте. То есть точка О, центр окружности, принадлежит диаметру ДФ и принадлежит бисектрисе, медиане и на высоте, которая опущена из точки Д на сторону СЕ. В равностороннем треугольнике все углы по 60 градусов. Бисектриса делит угол пополам. Значит, градусная мера угла ОДЕ, половина от 60, будет 30 градусов. Давайте построим отрезок ОЕ, это радиус окружности. Рассмотрим треугольник ДОЕ. Это равнобедренный треугольник. Боковые стороны радиусы. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, угол ОЕД тоже 30 градусов. Можно найти угол, лежащий против основания равнобедренного треугольника. 180 минус 30 и минус 30 будет 120 градусов. А теперь давайте найдем градусную меру угла, смежного с ним. 180 минус 120 будет 60. Теперь рассмотрим треугольник ОЕФ. Это треугольник равнобедренный, боковые стороны радиусы. Причем угол ФОЕ 60 градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. 180 минус 60, если разделить пополам, получится 60. Значит, треугольник ОФЕ равносторонний треугольник. Все углы по 60 градусов. Так что теперь известно про треугольник ДЕФ. Надо определить вид этого треугольника. Угол ДЕФ – это 30 градусов плюс 60 – 90. Значит, треугольник ДЕФ прямоугольный. И все стороны имеют различную длину. Значит, вид треугольника ДЕФ – прямоугольный, разносторонний. Таков ответ. Причем. 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 Продолжение следует...